В Нью-Йорке сегодня основной день работы Генассамблеи ООН, где главной повесткой по-прежнему остается сирийский вопрос. Консультации по регулированию кризиса продолжаются весь день. Накануне возможность сохранения режима прекращения огня в Сирии обсуждали главы Дип-ведомств России и США. Сегодня у Сергея Лаврова намечено публичное выступление перед дипломатами из других стран. Из США Анатолий Лазарев. Урегулирование сирийского кризиса тем номер один и в кулуарах и на двусторонних переговорах в ООН. С обсуждения результатов вчерашнего заседания Международной группы поддержки Сирии началась сегодня утром и встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с коллегой из Португалии Аугушту Сантошем Силвой и бывшим премьер-министром страны Антонио Гутрышем, который является одним из кандидатов на пост Генсека ООН. Международные посредники срочно собрались накануне, сразу после двусторонней встречи Лаврова и Керри. И пресса, и даже члены официальных делегаций увидели в этом знак того, что соглашение о режиме прекращения огня будет достигнуто. Поторопились. Мы продолжим работать над тем, чтобы обеспечить соблюдение перемирия. Были попытки наших некоторых партнеров сделать так, чтобы лишь односторонние шаги предпринимало правительство. Но мы настаиваем и находим поддержку, что шаги должны делать и оппозиционеры. И делать это нужно таким образом, чтобы ни в коем случае не позволить Нусре воспользоваться этой ситуацией. Нусре и ИГИЛ. Лавров считает, что в целом партнеры имеют общее понимание. А вот детали еще нужно доработать. Керри, не вдаваясь в подробности, тоже отозвался о ходе переговоров позитивно. Сергей Лавров и я провели часть последних двух дней, обсуждая шаги, которые нужно предпринять, чтобы продвинуться вперед. Сегодня на встрече международной группы поддержки Сирии были высказаны хорошие предложения. А вот спецпосланник ООН по Сирии Стафан Даместура смотрит на ход переговоров без оптимизма. Это была длинная, сложная, разочаровывающая встреча, скажет он по итогам заседания группы международных посредников. Ясно, что все усилия обоих сопредседателей, США и России, были подорваны теми, кто не хочет установления перемирия в Сирии. Следующие несколько часов, максимум дней, будут решающими. Станет понятно, будет ли перемирие окончательно сорвано или нет. Я хочу верить, что Москва и Вашингтон очень серьезно работают над этим, поскольку альтернатива – возврат к конфликту и войне. За несколько часов до переговоров произошла утечка. Агентство США и этот пресс опубликовало часть текста российско-американских соглашений по сирийскому урегулированию от 9 сентября. Затем уже и госдеп США был вынужден официально обнародовать договоренности. Россия сразу предлагала предать их огласки, чтобы избежать спекуляции об их содержании. Однако Вашингтон был против. Как отметил постпред России при ООН Виталий Чуркин, именно из-за закрытости документ не был одобрен Совбезе. Как выяснилось, он предусматривает, что сирийская армия и отряды оппозиции должны одновременно отойти от стратегической дороги Костел. Зона объявляется демилитаризованной, и по ней пойдет гуманитарная помощь. Военные самолеты Сирии не должны наносить удары по тем районам, где работает авиация России или США. Также говорится, что приоритет – это размежевание территорий подконтрольных умеренной оппозиции с одной стороны и запрещено в нашей стране группировкам Исламское государство и Джабхата Нусра с другой. Предание гласности этого документа будет содействовать его реализации, считают в российском МИДе. Тема Сирии зазвучит сегодня и на заседании Генассамблеи ООН. На трибуну выйдет министр иностранных дел России. Анатолий Лазарев, Дмитрий Вишневой, Максим Семин. Первый канал США.